Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Васильевскому острову, моего городка, я здесь живу. Вот пятая линия, дом 4. До конца 18 столетия участок принадлежал купеческой семье Велениных, поэтому дом иногда так и называют дом Велениных. В 1830-1840 годах здесь был построен каменный трехэтажный дом, а к середине 19 века возвели трехэтажный дом со стороны переулка, как бы замкнули. Проект Усюзора в 1880 году дом был надстроен четвертым этажом, и пятый этаж над угловой частью и четвертый уже над флигелями возвели в 1910-х годах. До 1917 года владельцем дома был известный ботаник господин Воронин и его все наследники. Ну, сами понимаете, что дом был рядом с Академией художеств, и поэтому понятно, абсолютно понятно, что здесь, в общем, была некая тусовка студентов академических училищ. Здесь находился магазин кисти и красок. К примеру, в одной из квартир жил Илья Рефимович Репин до 1869 году, все здесь год. Они же ведь кочевали, видимо, все художники, которые здесь вот на Васильевском были, они из одного дома в другой. Поэтому вот здесь жил Репин, Марк Матвеевич Антокольский, и приходил сюда, допустим, господин Стасов, который был очень большим поклонником реализма этого Антокольского. Антокольский был скульптор, а Владимир Васильевич Стасов – это русский музыкальный художественный критик, историк, искусство, архивист, общественный деятель. В квартире на третьем этаже дворового флигеля жил Василий Иванович Сурик. Ну, вообще, да, дом-то такой, смотрите, и Репин, и Суриков, и Антокольский. Жил Савицкий, художник-передвижник в 1886 году. В общем, порядке лет он жил, снимал комнату в доме Воронина. Здесь находилось правление товарищества передвижных выставок. Жили живописцы Игорнов, архитектор Фомин, скульптор Гинсбург, живописец и гравер Шеленговский. В ранние 1900-х годов здесь появился стеклянный фотографический павильон, но он, к сожалению, не сохранился. В 1884 году в этом доме жили студенты университета Ян Райнис и Стучка, тоже знаменитые люди. Райнис – поэт, драматург, переводчик, политический деятель. Стучка – главный редактор первой советской энциклопедии «Госудасты права». Один из создателей Института советского права. В 1902 году жил ученый механик Мещерский, основоположник одного из направлений теоретической механики. Его уравнение легло в основу теории активного движения Циолковского. Кстати, здесь жил Николай Николаевич Беклемишев, военный моряк, гидрограф, писатель, масон, основатель и председатель Лиги обновленного флота. Николай Николаевич Беклемишев был масоном, досточтимым мастером особой ложи в Санкт-Петербурге. И он упомянут в воспоминаниях великого князя Александра Михайловича, помощник в тайном обществе филолета. Беклемишев был провинциально великий мастер лож шотландского устава в 16-17 годах. Ну, сами понимаете, в 26-1926 году Беклемишев давал показания ОГПО о попытке возрождения масонских лож в Советской России, средовом политуправления, чтобы работать совместно на сближении с западными державами. Не знаю, что с ним случилось. Ну вот, все. Всем пока, всем привет. Вот такой дом у нас на Васильевском, на пятой линии, дом 4. Дом, в котором жили очень известные люди. Все, пока, всем привет, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok